Друзья, всем привет! Спасибо, что подписаны на мой канал. Меня зовут Александр Слаута и тема сегодняшнего выпуска это сколько отдыхать между подходами и что такое ресинтез АТФ. Будем разбираться в этом вопросе. Итак, если вы тренируетесь в фитнес-зале, в тренажерном зале и либо же на спортивной площадке на улице, вы между подходами делаете какой-то отдых. Это может быть минута, это может быть 30 секунд, если это интенсивный тренинг, это может быть вообще отсутствие отдыха между сетами. И сейчас поговорим, почему люди отдыхают между сетами какое-то определенное количество времени. У вас есть вещество аденозин-трифостальная кислота в вашем организме, которое отвечает за сократительную способность ваших мышц. И это вещество, оно истощается во время физической нагрузки. И для того, чтобы его восстановить, организму следует включить какие-то методы, какие-то механизмы. И этот механизм называется ресинтез восстановления АТФ, аденозин-трифостальной кислоты. Этот процесс проходит в митохондриях клеток, и у каждого из этого механизма есть различные условия, факторы и время для его развертывания. И давайте поговорим сначала о том, какие пути ресинтеза АТФ существуют. Первый путь ресинтеза АТФ – это фосфогенная система восстановления аденозин-трифостальной кислоты АТФ. И что это? Это использование кариатинфосфата, запасенного в ваших мышцах и печени, для сократительной способности ваших мышц. Где это используется и как этот процесс запускается, сейчас расскажу. Предположим, что вы силовик. Вам нужно пожать штангу лежа на одно повторение и сделать максимальный вес. Выполнить это упражнение с максимальным весом на одно повторение. То есть это максимальный вес, который вы можете сделать. И вот в этом случае включается этот путь ресинтеза АТФ. То есть вам нужно сделать максимум за один промежуток короткий времени. За счет креатинфосфата врубается этот механизм, и человек способен выполнить один подход на максимум. Время развертывания этого механизма очень короткое. Условий практически для его использования не нужно. Это даже анаэробный процесс, анаэробный метод, то есть участие кислорода в нем не требуется. Второй путь ресинтеза АТФ – это гликолиз. Разберем, что такое гликолиз. Гликолиз – это расщепление гликогена, запасенного в мышцах, под ферменты фосфорилазы до моносахаридов. Этот путь ресинтеза АТФ используется в организме, когда вы делаете такую работу в зале, похожую на бодибилдерский тренинг. То есть это использование аэробного дыхания и использование многоповторной техники. Например, подходы с использованием 12-14 повторений на 4 подхода будут задействовать гликолиз. Я считаю, что это достаточно распространенный метод восстановления АТФ, потому что большинство у нас так и тренируется. Но не очень это прикольно, когда вы, грубо говоря, набираете мышечную массу, а гликоген, который запасен в мышцах, он расходуется. Поэтому как-то должен быть такой баланс в наборе мышечной массы и в вашей форме. Я показываю V-образной, потому что большинство из нас стремится к V-образной форме. И вы должны понимать, что есть уже у вас в голове эти два пути ресинтеза АТФ, то есть фосфогенный и гликолиз. Ну, гликолиз достаточно распространенный. И, кстати, эти два пути ресинтеза АТФ, они могут совмещаться и быть синхронны. То есть может и тот врубаться, и тот врубаться. Ну и третий путь ресинтеза АТФ – это у нас аэробное дыхание. Предположим, вы используете кардионагрузку на протяжении 40 минут. И вот когда у вас уже гликоген в ваших мышцах использовался, он расщепился до моносахаридов. И тут у нас вы используете аэробную нагрузку, включается кислородное дыхание. Это, кстати, одно из условий включения аэробного дыхания для восстановления АТФ. И ваш организм перестраивается на восстановление АТФ через аэробное дыхание. Таким образом, что происходит? Вы транспортируете, окисляете ваши жирные кислоты до АТФ. То есть энергия получается через жирные кислоты. Обратите внимание на бегунов. Как выглядят марафонцы? Они худенькие. Дело в том, что они бегают долгие дистанции, и их организм испытывает очень долгосрочный период аэробного дыхания. И их транспортировка жирных кислот настолько сильна и быстрая, что у них процент подкожного жира маленький. Но при этом вы заметили, что и марафонцы имеют маленький процент мышечной ткани. Это связано с тем, что одно аэробное дыхание не может запускаться. То есть гликолиз тоже присутствует. Поэтому у них гликоген расщепляется тоже до моносахаридов, чтобы питать мозг и получать энергию. Они имеют маленький процент мышечной массы. И в то же время аэробное дыхание у них происходит постоянно. И тем самым у них маленький процент подкожного жира. Я считаю, что эти все пути ресинтеза ТФ очень важны. Потому что в наше время люди не способны понимать, сколько нужно отдыхать между подходами, как тренироваться и какие цели преследовать. И исходя из выбранной цели, нужно выбрать, сколько и как отдыхать между подходами. Я обещал поговорить, сколько нужно отдыхать между подходами. Итак, первый путь ресинтеза ТФ это фосфогенная система. Если вы тренируете в силовом стиле, то вы можете отдыхать где-то полторы-три минуты, для того, чтобы выполнить, даже можете больше, чтобы выполнить максимальный сократительный момент ваших мышц. Второй путь ресинтеза ТФ это гликолиз. Ну, подходит к бодибилдерам. В среднем люди отдыхают между подходами 45-60 секунд. Это вполне достаточно при гликолизе для того, чтобы восстановить ваши показатели. Это силовую выносливость, даже восстановить какие-то показатели вашей респираторной функции, объема легких и так далее. И дальше продолжать упражнение. Ну и ровное дыхание, оно на самом деле происходит у нас, протекает всю жизнь, даже когда я сейчас с вами разговариваю. И там отдыха может и не быть, потому что там совсем другие условия. Условия использования кислорода. Поэтому, если вы тренируетесь, просто понимайте, что и когда происходит. И если вы, например, тренируетесь в силовом стиле и врубается фосфогенная система ресинтеза ТФ, вы должны понимать, что у этого вещества есть определенные уровни восстановления. Если оно восстановится до какого-то уровня, то через час, через два часа выше этот уровень не станет. Поэтому нет смысла сидеть час и отдыхать. Понимаете? Ну, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал. Я всех обнимаю, всем хорошего настроения. С вами был Александр Слаута и канал Профитнес.